Всемирный день борьбы против бешенства учрежден по инициативе Всемирного альянса по борьбе с бешенством и ежегодно отмечается 28 сентября. Эта дата должна привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также ее последствия. По данным Государственной ветеринарной службы, ежегодно в Украине регистрируется значительное количество случаев заболевания бешенством диких, фермерских и домашних животных, что является реальной угрозой заражения людей вирусом бешенства. Среди инфекционных болезней бешенство занимает особое место в силу абсолютной летальности. Если в первые же часы не оказать зараженному человеку необходимую помощь, он неминуемо погибнет. Всего в мире бешенство встречается более чем в 150 странах, в основном в Азии и Африке. В Украине ситуация по бешенству тоже неблагоприятна. Только в Одесском регионе за последние 8 месяцев в лечебные учреждения обратились 1732 человека. Из них бездомными животными укушены 68%, известными животными – 32%. В последнем случае выявлено недобросовестное отношение к питомцам. Хочу обратить внимание на долю укушенных, что составляют известные животные. Это, в принципе, явное нарушение правил содержания животных. Это те укусы, которые, в принципе, могли бы избежать. Если у животного бешенство, болезнь которой является возбудителем агрессии, оно стремится передать заболевание путем укуса. Таким образом может появиться цепная реакция, случится массовое поражение. На сегодняшний день в распоряжении медиков имеются безопасные и эффективные вакцины, которые способны остановить развитие заболевания у человека, укушенного зараженным животным. Иммунизация, сделанная в течение нескольких часов после контакта со зверем, может предотвратить летальный исход. Человек обязательно должен немедленно обратиться в травмпункт, а животные по возможности, это животные, которые укусили, необходимо, если есть такая возможность, необходимо его каким-то образом изолировать и обязательно сообщить в ветеринарную службу. Болезнь инфицирует домашних и диких животных и передается людям в результате тесного контакта с инфицированной жидкостью, обычно слюной, при укусах или царапинах. Хозяев животных должны насторожить уже первичные симптомы заболевания. Единственный способ уберечь своего питомца от этого опасного заболевания – вакцинация. Сделать ее можно в любой ветеринарной клинике города. Елена Бачевская, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».